Знания мне давались с трудом И самой большой проблемой неожиданно стала не письменная, а устная речь Меня то и дело отдергивали Приказывали навсегда позабыть какие-то сельские словечки Взамен накидывали другие, столичные Самой мне казалось, что через месяц такой интенсивной подготовки Я сделалась совершенно иным человеком Ничего общего с деревенской дурехой, хотя бы на первый взгляд Но Клариса от любой неточности впадала в ярость или апатию Заверяя всю улицу, мы пропали Устроила ее во мне только внешность Волосы мои после воздействия умелец засияли ярче Кремов и масок я перенесла невероятное количество В принципе, меня и не отпускали спать без того Чтобы не извозюкать всю очередной пахучей смесью И ведь нельзя сказать, что моя кожа была в каком-то плачевном состоянии Ничего подобного Но Клариса тщательно следила за тем, чтобы ни руки мои Ни мешки под глазами не выдавали тяжелой жизни Ну да, как будто она сама не видела, что я в столицу без таких мешков приехала Какие заполучила уже в процессе ее жестокого обучения Впервые я начала выходить на улицу уже на второй месяц Клариса называла это экзаменами в академию Мы шли рядом и наблюдали за реакцией горожан Поглядывают ли они на меня теми же глазами, которыми смотрят на нее? Склоняет ли голову торговец, когда я, а не Клариса, подхожу к прилавку с тканями? Улыбаются ли от моей речи, когда я начинаю торг? И поначалу я сама угадывала в их поведении оценку А успокаиваться начала лишь, когда посторонние перестали выдавать недоумение Или изумление от того, что какую-то выскочку нарядили в парчу Как же раньше, сидя за вышивкой, я мечтала оказаться в подобной жизни И как же теперь смеялась над своими заблуждениями Понятное дело, богатые дамы не обременены тяжким трудом Зато обременены другим Попробуй-ка весь день носить тяжелое платье из непроницаемой для воздуха материи Когда ребра сжаты корсетом, а на улице стоит страшная жара Кажется, мир все-таки справедлив Он делает людей таковыми, что в случае отсутствия трудностей Они сами себе трудности и выдумывают Наподобие Ах, мне не нужно колоть пальцы швейной иглой Потому не сдавить ли мне ребра до боли, чтобы существование смысл приобрело И по этому поводу я не высказывала ни одной претензии Уже узнала, что академическая форма намного удобнее Мне не придется четыре года дышать только гортанью Но первое впечатление произвести я обязана По одежке ведь встречают И Клариса Риокко, дочь богатого купца Не может явиться на вступление или академический праздник В чем-то дешевле стоимости сельского дома Кстати говоря, за все время бытия в апартаментах Кларисы Чешуя на моей коже ни разу не обозначилась С одной стороны, это говорило не в пользу моей главной надежды Столько времени спустя мне было легче себя убедить, что всей моей семье померещилось Но зато служило дополнительным аргументом для поступления именно на бытовую магию Куда принимали всех бездарностей, способных заплатить С канцелярией уладилось без проблем Клариса сама подала документы и внесла оплату заранее Пока там не было скопления абитуриентов Вышло так, что полицам нас могли распознать только старик-канцеляр И несколько заполошенных секретарей И мы, вооружившись безмозглой отвагой юности Делали уверенную ставку на старческую подслеповатость и другие хлопоты Ко дню зачисления я ощущала себя минимум королевой Манерной, разодетой, осанистой и образованной согласно статусу Клариса отчего-то почти рыдала и все чаще бубнила поднос речь Который будет объясняться перед папенькой за проделку Утром она переоделась в простой наряд Чтобы хотя бы в самом начале составить мне компанию Подстраховать на случай непредвиденных обстоятельств Однако охрана остановила ее на воротах Куда пошла? Если бумаг о приеме на обучение нет, разворачивайся А ведьмы еще вчера всех приняли Так что ты или бумагу предъяви Или дуй до следующего курса гулять В таком тоне с госпожой Кларисой никогда не разговаривали Ни до, ни после того дня Она буквально застыла с открытым ртом и на прощание мне слова не бросила Мне же пришлось передвигать ноги, пока я не смешалась с шумящей толпой прибывающих По академическому порядку прием разбросали на целую неделю Первыми устраивали ведьм Потом наступила наша очередь Факультета бытовой магии А после нас еще несколько дней будут заселять в корпуса до отказа всех остальных студентов Последними, ну кто бы мог подумать Явятся их снобские величества драконы Не по положению им просиживать в корпусах униформу задолго до начала занятий Бумаги мои были в идеальном порядке Но вот руки сильно дрожали Я вместе с толпой втекла в шумный зал И пристроилась к очереди для внесения в реестр За все время не сделала ни единого полного вдоха И часто моргала, чтобы привести зрение в порядок Возможно, ко мне кто-то из студентов обращался О чем-то спрашивали или пытались обменяться сведениями Но у меня язык прочно прирос к небу А в голове крутилась одна и та же фраза К Ларисиным голосом «Спину ровно держи» Чтобы не случилось, держи ровно спину Можешь имя мое забыть, как и свое заодно Но с прямой спиной ты сможешь прикрыть свою забывчивость На самом деле ничего ужасного не происходило Я перемещалась туда же, куда и все Получала прямо в руки какие-то листы Слушала распоряжения, каждый из которых смогу чуть позже обдумать За большой стойкой выдавали форму Учебу посещать в своем было настрого запрещено Мне в спешке передали сверток с одеждой Лишь оценив фигуру прищуренным взглядом И сунули под нос твердую табличку Вот он и момент истины, который решит всю мою судьбу Я вместе с Ларисой тренировала этот миг тысячу раз Потому палец, хоть и дрожащий, вскинулся сам И аккуратно прочертил на шершавой поверхности знак Роспись учащегося за получение формы Девушка сразу после меня с тем же обратилась к следующей студентке Что означало успешное прохождение этого шага Все сделано! Бумаги приняты, а роспись перенята на ура Никому в голову не пришло удостовериться Меня не попросили что-то прочитать Или проверить грамотное письмо А с этим до сих пор были серьезные проблемы Победа! Развернулась на круглых каблучках Прямо как Лариса И прямо как Лариса Возле ворот разинула рот И остолбенела Передо мной стоял старик-канцеляр И глядел в упор И сделать вид, что глядит он не на меня А на кого-нибудь еще Не представлялось возможным Предыдущие победы я списала коту под хвост Или, как меня учили выражаться И плечи сразу поползли вниз Как если бы я все еще носила с собой тяжелый вещевой мешок Поползли, будто бы меня не лупили между лопаток Все последние недели К Лариса ведь учила не сдаваться Так и говорила Если я сдамся, то она сначала нагоняет папеньки прохватит А потом всю мою родню до седьмого колена вырежет Шутила, наверное Но лучше все-таки не сдаваться так сразу Потому я и озвучила единственную назревшую фразу Доброе утро, господин А как вы здесь относитесь? К взяткам Ну, как озвучила Если мои плечи поползли вниз То возможности речи пробили пол Судя по всему Раздалось что-то наподобие Бе и Ме В различных комбинациях И от чего-то баритоном Чему можно научиться за два месяца? Не дышать в затяг Читать по слогам И писать через пень-колоду Сотню старых слов Заменить двумя сотнями новых И красиво водить по воздуху рукой Для создания образа великосветской дамы А вот не терять самообладание За такое время точно не научишься Старик в моем блеянии Должно быть расслышал что-то свое Или постеснялся признаться Что ничего не расслышал Потому выбрал ответить нейтральное О! Драконица без монетки в кармане Выбрала бытовую магию Прекрасное решение И потопал дальше Спеша передать секретарям Какие-то папки А я держалась в воздухе Одной силой воли И училась для начала Хотя бы моргать Свое место В факультетской иерархии Я осознала быстро Мне его тут же показали Самым печальным было положение ведьм Простых девчонок из деревень Принятых сюда без гроша в кармане И, соответственно, не имеющих Никакой поддержки извне Парней среди ведьм не существовало По какому-то странному принципу Редкие представители колдунов То есть мужчин-магов Получали более высокий статус То ли их дар был сильнее изначально То ли само наличие платы за обучение Создавало фильтр отбора Мол, умные к ведьмам А богатые и красивые к людям Факультет бытовой магии Занимал прочное место Почти у самого дна социальных рангов Сюда шли на учебу Дети из зажиточных семей Претендующие впоследствии Отыскать хорошую работу Или выгодную партию Есть заклинания Эффективны даже без вложения силы И подобная наука Вполне способна Из-за бывателя сделать специалиста В большинстве случаев Выпускникам бытового обучения Серьезные навыки и не требовались Лишь диплом о том Что девушка или юноша Не совсем бездарь И умеет кое-что Не подвластное простым смертным Помимо прочего Этот факультет еще был И самым многочисленным На мой взгляд Академия просто нашла способ Отлично зарабатывать На амбициях купцов да дельцов Но если сам мой факультет Парил примерно Над нижайшим социальным рангом То мое место на факультете Прочно держалось В самом его низу Ну просто не было здесь Кроме меня Учащихся Не способных потянуть Такую оплату Понятно мне это было и раньше А теперь я все силы Прилагала для того Чтобы никто не заподозрил Во мне сельскую швию Вместо избалованной любимицы Состоятельной семьи Такие маленькие комнаты Я постаралась удивиться уверенно Копируя интонацию Кларисы Увидела одобрение Какой-то девичьей стайки неподалеку Которые на то же Высокомерие пока не осмелились И еще решительней добавила И здесь жить вдвоем Показалось Что я все сделала верно По крайней мере В такт моим словам Сразу закивала Несколько голов Но пожилая комендантша Представившаяся ранее Госпожой На ее Придерживалась Другой позиции А Еще одна скандалистка Зато вопрос С заселением решился Других было жалко Комендантша погрузилась В свои записи И повела сверху По списку пальцем Остановилась на имени С огромной жирной галочкой рядом Провозгласила с торжеством Клариса Риокко И Мия Майро Живут здесь Поздравляю с заселением Соседушки И пошла дальше Чтобы рассортировать Оставшийся список Откуда-то сзади толпы Раздался крик Он летел вперед Носительницы И высекал себе Путь в мою сторону Разгоняя студентов Как носу лодки волну Чего? Верещала вокруг Оглушительно Это что еще за Риокко? Да чтоб я жила рядом С какой-то провинциалкой? Да чтоб я вообще С кем-то покоя делила? Эй, ты! Эта девица, похоже, пыталась Снести звуком комендантшу Ты знаешь, кто мой отец? Сотрудница уже миновала Нашу дверь и следующую А ответила, не удосужившись Обернуться Если возникнут вопросы Студентка Майро То я с удовольствием расскажу Где можно забрать документы Руку даю на отсечение Что на этой фразе Она тихо посмеивалась И все остальные Тут же примолкли И больше одобрительно Не кивали Уже своими глазами Увидели Что происходит с бунтарями И скандалистами Им этим смешливым тоном Объясняют Как вылететь из академии А принятого решения Не меняют А я, похоже, попала В неприятности Правда, еще не поняла В какие именно Хотя начала догадываться Сложно не догадаться Когда перед тобой Визжащий и плюющийся Оскорблениями монстр А все разумные существа Спешат побыстрее отойти Самые добрые из них Напоследок еще и Сочувственный взгляд Мне бросили Не сдаваться Никто на моем месте Не имел бы права Сдаться от такой мелочи Придется жить С клокочущим животным Буду жить И вообще-то С любым можно найти Общий язык Просто иногда Нужно для этого Сильно постараться Я и начала стараться Улыбнулась широко И приветливо Еще раз произнесла Имя Кларисы Представляясь уже Конкретному человеку Мия оказалась Невысокой И не слишком Симпатичной брюнеткой Очень необычно одетой И таких мне в столице Видеть еще не доводилось Как только она замерла Не требовал бы не меньше Трех больших шагов На то же На то же И плевать Боюсь Беттуриенток И тут я такая Никакая из них Никакая из них не стала Фатальной Беттуриенток Беттуриенток Беттуриенток